Недавно гонялись с ребятами в глубинку и каждый раз, как разбивали лагерь, наш водитель истерил клещи, клещи и даже когда заезжали в поселке, ходил с натянутым поверх штанов носками, ну чтобы паразиты в штанину не заползли. По приезду поделился с отцом, а он сказал, что их поколению, когда в походы ходили, на клещей было вообще как-то пофиг. Посмотрел советские архивные кадры, реально, как-то не парились люди. В общем, как любителю советской истории, стало любопытно, почему в СССР не боялись клещей, а сейчас об опасности трещат из каждого утюга. Ставим лайк и погнали разбираться в вопросах. Если у вас вдруг возникла мысль, ага, предки знали и поэтому не боялись, обладали какими-то сакральными знаниями о клещах, а вот сейчас нагнетают, чтобы, может быть, внимание от реальных проблем отвлечь. Вот эти вот мысли вообще просто выкиньте подальше. Едете на природу, брюки в носки, пшикалками попшикайте, и вообще лучше по траве не лазить. Клещи твари реально очень опасные. Статистика Лончо говорит. Вот, например, сайт МЧС пишет. Летальность в нашей стране от 1% в европейской части до 40% на Дальнем Востоке. Вы только вдумайтесь в эти цифры, штаны, заправленные в носки, сразу потеряют всякую комичность. Так в чем главная опасность укусов клещей? Не всех, но из многообразия видов вы точно не будете выбирать, кто вас грызанет. Так вот, энцефалит и клещевой боррелиоз, больше известный как болезнь лайма. Последняя получила название в 70-х от небольшого американского городка Old Lime. Болезнь лайма штука крайне неприятная, но пока, насколько мне известно, летальных случаев не было. А вот энцефалит, на секундочку, поражающий мозг, совсем другое дело. И вот самую главную опасность выявили как раз советские ученые. Тут будет немного истории, поэтому, если кому не интересно, сразу по тайм-кодам прощелкайте. Ну а кому интересно, сейчас расскажу. Нашел я тут в одной статье, что первое описание клещевого энцефалита в России датируется аж 1897 годом. Интерес к симптомам проявил ординатор Томского университета нервных болезней Орлеанский. Хотя подозревал он иную хворь. А системно это начали изучать в 1934 году. Советский невролог Александр Гаврилович Панов еще за пару лет до указанной даты заинтересовался таким явлением. В одном и том же районе Приморского края люди болеют весьма специфической и часто смертельной хворью. Причем именно с мая по август. Больше всего случаев было в районах лесозаготовки. Медик собрал команду и отправился в исследовательскую экспедицию на Дальний Восток. Чтобы не исковеркать термины, основные вещи процитирую. Полный же текст будет на экране. Были детально изучены симптоматика болезни, клинические проявления, течения и исходы при различных синдромах. А также характер остаточных расстройств. Панов сделал предположение о вирусной природе заболевания. В 1935 году он определил это заболевание как энцефалит, относящийся к группе летних. И в том же году сделал об этом доклад. В 1937 руководство экспедиции отошло к вирусологу Льву Зильбергу. И в тот год Зильберг с коллегами выявил, откуда в опасной хворе ноги растут. Сумел найти связь между больными людьми и клещами. И у тех, и у других в тканях был вирус энцефалита. И вот с тех самых пор в СССР стали искать способ борьбы с клещами. Уже не как с просто малоприятными, кровососущими паразитами, а как с реальной опасностью для жизни советских граждан. Паразитов начинают травить с разной степенью успешности. Но вскоре на помощь приходит открытие швейцарского химика Пауля Мюллера. В 1939 году он открывает ДДТ или ДУСТ. Кому как привычнее. Но тут важно уточнение. Само химическое соединение создали еще в 19 веке в Австрии. Однако Мюллер подметил крайне перспективные свойства. Инсектицидные. За такую внимательность через 9 лет ему дадут Нобелевскую премию, когда препарат докажет свою эффективность. Полевые испытания команда швейцарских ученых начала в 1942-м. Травили колорадского жука и других вредителей. Против клеща препарат тоже показал отличную эффективность. В общем, ДДТ, советское руководство, взяло на вооружение как главный аргумент против кровососущего паразита. Вот если сейчас видите заявление местных чинуш, посмотрите, какие мы молодцы, мы клещей травим, то знайте. Это даже близко не стоит с той работой, которая велась в Советском Союзе. И причем ввелась абсолютно системным образом. Первое. Это городские территории и жилые районы сельской местности. Их обрабатывали с земли примерно так же, как и сейчас. А вот за городом? Об обработке лесных массивов лично я уже лет 20 как ничего не слышал. Ну, может, конечно, плохо слушал. Поправьте в комментах, если ошибаюсь. А вот при Советах огромные территории опыляли химикатом знакомые всем кукурузники. Безусловно, сказать, что опрыскивали вообще всю территорию огромной страны, значит соврать. Но зоны сельского хозяйства, охотничьи угодья, лесозаготовительные районы и так далее. В общем, всю местность, где в том или ином качестве присутствовал человек, обрабатывали. Также авиация периодически и отправлялась вообще в необитаемую глушь, где, по информации ученых, могли активно плодиться опасные виды клещей. В отдельных случаях использовали трихлофос, например, в детских и оздоровительных лагерях, санаториях, парках. Стоит также отметить, что благодаря такой обработке в СССР удалось победить еще и малярию, которую переносили комары. В 1934-1935 годах была прям эпидемия. Малярией заразилось порядка 9 миллионов советских граждан. К началу 60-х ни о какой массовости речи уже не шло. Как правило, оставались лишь единичные случаи. Примерно такое же положение делу стаканилось с клещами и болячками, что они переносят. Хотя имели место быть исключения. Например, в 70-х годах Кемеровская область ощутила на себе прямо-таки нашествие клещей. И там проводили вообще тотальную обработку практически всех участков, где могли находиться паразиты. То есть чуть ли не каждый клочок земли, где трава росла. И это дало результат. По поводу кровососущих гадов советский человек особо не парился. Обратите внимание на вот эти архивные кадры. Я надеюсь, что вы получите большую радость от похода. Он доставит вам большое удовольствие. И, конечно, даст вам необходимые на дальнейшую работу силы. Вот, к сожалению, сейчас показать не могу, вот в руках повертеть. Но вот те же самые карточки, что у вас появятся сейчас на экране, у меня были в детстве. И там реально очень много крутейших советов. Как собрать палатку, как выбрать место для, ну, собственно, лагеря, как костер разжигать. Вообще очень-очень много полезных советов. В том числе и гнус упоминается. Гнус, но не слово о клещах. Ибо проблем с ними для обычных туристов просто не было. Продолжали напоминать о паразитах, пожалуй, лишь тем, кто трудился в лесной чаще. Им делали прививки. И вакцинация для работников в территории, где потенциально могли оставаться клещи, была обязательной. Еще в 1949-м профессор Шубладзе и Анджапаридзе разработали так называемую яичную вакцину. Это была суспензия зараженных вирусом куриных эмбрионов с формалином. Серийное производство начали в 1957-м на базе Томского бактериологического института, где, кстати, первую вакцину против натуральной оспы сделали. Однако яичная вакцина получилась антигенно слабоватой. Над проблемой томские ученые работали долгие годы, постепенно совершенствуя препарат. В итоге создали новую вакцину на основе штамма 205, уже с высокой эффективностью. С середины 80-х она стала основной против клещевого энцефалита. Замену ей пустили в серию лишь в 2000-х. Без прививки к работе в опасных зонах не допускались прокладчики дорог, коммуникации, метеорологи, лесорубы и так далее. В эндемичных районах без прививки запрещалось появляться и работникам социально-оздоровительных учреждений, и сезонным рабочим, неважно, вообще всем в принципе. А еще людей, по крайней мере по бумагам, должны были обеспечивать противоклещевыми костюмами. А по желанию прививку от энцефалитного клеща мог сделать вообще любой и в любом уголке страны Советов. Бесплатно, само собой. Вот так с двух фронтов с энцефалитом боролись в СССР. Так а что изменилось? Ну, кроме того, что огромную страну развалили на части, на что клещам, конечно, пофиг. А изменилось многое. Во-первых, ДДТ больше не используют, хотя эффективнее, насколько мне известно, пока ничего не придумывали. ДДТ было обалденно эффективным средством. Но, как и все замечательные препараты, которые обладают повышенной эффективностью, у этого также был побочный эффект. Одной обработки хватало, чтобы опасных паразитов не было на местности от двух до пяти лет. Но есть моменты. И в мире, и в СССР, после определенного опыта практического применения ДДТ, начали понимать, что у эффективности есть цена. И в перспективе она только растет. Оказалось, химическое соединение очень долго не распадается и имеет свойство накапливаться в почвы. От травы идет далее по пищевой цепочке. Страдало зверье, птице, домашний скоб. А еще, несложно догадаться, валил дуст и полезных для сельского хозяйства насекомых. Например, тех же пчел. Растения меньше опыляются, урожай снижаются. Да и вообще, биологический баланс нарушается. И кто знает, к чему это может привести в отдаленной перспективе. Да и напрямую человеку, прямо здесь и сейчас, ДДТ здоровья не добавлял. Потому, как уже упоминал, в местах, где было повышенное скопление людей, применяли другие препараты. Вот такую методичку утвердило советское санэпидуправление уже в начале 70-х. В преамбуле отмечают неприемлемую токсичность ДУСТа. Далее указания, когда и какие территории следует обрабатывать менее опасными заменителями. Как приемлемо токсичные отмечают трихлофос, карбофос, метатион, метилнитрофос, байтекс. Тут же пишут, как не отравиться и что делать, если все-таки пролонулись. Со временем ДДТ и его воздействия на окружающую среду изучали все больше. И постепенно от него стали отказываться во всем мире. ДУСТ оказался одним из самых стойких к распаду органических загрязнителей. В СССР полностью ушли от ДДТ в 1989 году, присоединившись к Стокгольмской конвенции. Сейчас ДУСТ используют лишь в очень бедных и технически неразвитых странах, в основном в странах Африки. При всем уважении к жителям Черного континента. Тем не менее, и на излете Советов, и в 90-х в ходу оставался целый спектр ранее перечисленных препаратов. Появлялись и новые. Они быстрее распадались, не были столь токсичны. В наше время как раз такие и используют. Но они обладают меньшей эффективностью. В частности, по длительности эффекта. Ну и конечно, конечно, как же чувак с носками с Лениным мог не сказать очевидное. Капитализм. Сейчас травить клещей могут. Для этого есть все средства. Но это безумно дорого. Как уже упоминал, после ДДТ клещ не появлялся до 5 лет. Сейчас, чтобы такого добиться, обработку нужно проводить ежегодно и не по одному разу. И в городах что-то делают. Я лично видел ребят с пшикалками. А вот за городом просто выйдите на какую-нибудь опушку, раскиньте плед, а потом посмотрите, сколько пассажиров на нем окажется. Кстати, примерно так и рекомендуют проверять место потенциальной туристической стоянки. Что же касается прививок от клещевого энцефалита, то они в обязательный перечень не входят. Есть лишь показания для тех, кто живет или едет в районы, где обычно часто бывают вспышки болезни. По желанию и без показаний сделать можно, но уже не бесплатно. В общем, сейчас для туристов вопрос с клещами по большей части, как в той поговорке, спасение утопающих, делай рук самих утопающих. Я рекомендую почитать статьи по мерам предосторожности. Их огромное количество. Но если вы прямо сейчас едете на пикник, могу рассказать, как вот мы с товарищами стараемся не стать кормом для клещей, а заодно и не подцепить от них чего худого. Мы стараемся как можно меньше лазить по траве. Выбираем стоянки, где в меру утоптано или, по крайней мере, нет зарослей. Всегда, как идем в какие-нибудь кушери, заправляем штаны в носки, ибо клещ ползет вверх. Брюки по колено и обувь опрыскиваем репеллентом. То же самое вокруг входа в палатку. Пшикалки вообще бывают разные. Одни прям травят клещи, а другие парализуют, третьи отпугивают. Но в целом, современные средства, по моим личным наблюдениям, вполне себе эффективны. Народные аналоги, вроде гвоздики и прочей ерунды, я вот бы не советовал. Фиктивность такая себе. Вообще, насчет того, чем прыскать. В описании я притреплю ссылку на ролик. Там опытный турист подробно раскрывает этот вопрос. Сам пересказывать не хочу, просто утону в терминах, да еще что-нибудь напутаю. Лично я покупаю вот такой красненький Гардекс, и пока он не подводил. Это не самый убийственный для клеща препарат, но зато есть повсюду. А еще у меня есть вот такой противоклещевой костюм. Здесь оборудованы вот такие клещевые ловушки. По идее, когда клещ ползет, он вот здесь должен оставаться. То же самое и на рукавах. Когда приезжаю на природу, поверх одежды, в которой по поселкам бродим, вот лично я надеваю вот это. И точно такие же штаны. Иногда из этих кармашков клещей выковыриваю. Так что, если увидите, можете тоже приобрести, если денег не сильно жалко. Ну и как снимаемся с лагеря, мы обычно все-таки смотрим, не прицепился ли, несмотря ни на что, непрошенный пассажир. Если вдруг таки да, Минздрав рекомендует обращаться к врачу. Но нам, тьфу-тьфу, но пока не приходилось. Друзья, выход новых видео зависит от вашей поддержки. В описании, как всегда, номер карты Сбер, номер Юмани, а также ссылка на аккаунт Бусти. Подписавшись, вы не только поддержите проект, но и получите доступ к уникальным дополнительным материалам. На этом все. Спасибо за внимание. Не болейте. Надеюсь, еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин